Поступил вот такой вопрос Недавно посмотрел видео Ходим, дышим, размышляем И очень интересно было послушать Про опыт прирождения Ограниченный круг людей вокруг человека Во всех жизнях Потому что несколько лет назад Я читал книгу довольно известного американского Гипнотерапевта Майкла Ньютона Путешествие души Он занимался регрессивным гипнозом И в этой книге он Собрал и систематизировал Рассказы людей В состоянии регрессивного гипноза Так вот эти люди излагали Абсолютно такой же опыт Как описывается в видео Хотя и другими словами Единственное, с тех пор я задался вопросом И не могу получить на него ответ Если душа получает опыт За который приходило в материальный мир То человек умирает раньше Идет на следующее перевоплощение Или же доживает до старости свою жизнь Просто если взглянуть на статистику То зачастую великие и гениальные люди Уходят из жизни довольно рано Интересный вопросик Интересный вопросик Что я хочу сказать со своего опыта Со своего опыта Наша жизнь не так проста Как нам кажется Это первое Это явление Во много 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 раз Более сложное Удивительное И занимательное Нежели Это предоставляется Всем нам И об этом говорится Что мы Вот жизнь Родился Умер И так далее Смотрите Если бы мы Действительно Рождались И умирали У нас была бы только одна жизнь Так что бы получалось Практически все Тела У нас Были бы Одинаковы Но у нас Имеется Огромная масса Различий Огромная масса Различий Это и рост Это и вес Это особенности Силосложения Это наши Естественно Умственные Способности И Много Много Другое Почему Мы Такие Разные Если Жизнь У нас Одна Никто На этот вопрос Ответить Не может И не может По той причине Что Он не Понимает Что Вот эти Индивидуальные Особенности Мы Наработали В течение Нескольких Жизней И есть люди Конечно Которые Уже Прошли ряд Жизней Достигли Определенной Степени Духовной Зрелости Их интересуют Какие-то Совершенно Иные Вопросы Нежели Других Почему Да потому что Они это уже Прошли Им это Неинтересно А другие Это не Прошли Им интересно Вот это Вот это Делать Понимаете Ну допустим Обманывать Там допустим Ну не хочу уж так сказать Убивать Ну Ну примерно так Можно все это дело Сказать А те люди Знают Что За все Деяния Которые Они сделали В прошлых Жизнях Им Пришлось Заплатить Не обязательно В этой жизни В предыдущих То есть Человек Закон Кармы Что он Делает И объясняет Каждое Живое Существо Должно На себе Испытать Что нельзя Что нельзя Делать И смотрите В зависимости От Жизненного Опыта Полученного Прежних Жизней Мы Вернее Этот опыт Так Влияет На Дух Что Он При следующем Воплощении И как бы Сказать Идет Через Этот Опыт То есть Свои Структуры Тело Сознание Выстраивает Через Этот Опыт И в результате Рождается Совершенно Индивидуальное Существо Отлично От другим Понимаете И вот этот Опыт Начинает Начинает В этой Жизни Естественно Раскрываться Дабы Дабы Если Были Какие-то Неоконченные Отношения С Какими-то Людьми Хотя бы Знаете Не проработанная Обида Чтобы она Проработалась У человека Будут Выстраиваться Постоянно Какие-то Ситуации Связанные С обидой То есть Обидится Он Или не Обидится Потому что На любую Ситуацию Можно обидиться Можно сознательно Ее преодолеть И понять Что это Просто Допустим Урок И если бы Его прошли Уже Не будут Так Что еще Интересно Автор Спрашивает Это то Что Одновременно С нами Рождаются И те люди Которые Были Окружали Нас В прежних Жизнях И вот Эти вот Люди Мы Их Не сказал бы Что мы их находим Мы их чувствуем Они Если у нас положительный Какой-то там Опыт Мы им симпатизируем Независимо от ума Знаете Вот просто Он мне нравится И все Или Мужчина Или женщина Вот просто нравится Объяснить не можем Разумно Почему этот человек Нам нравится А оказывается Значит у нас с ним Были какие-то Тесные связи В прежних жизнях Они были Допустим Хорошие Это может быть Даже так Что Это были наши Родители Это были наши Там допустим Жены Мужья Это были наши дети И наоборот Все Понимаете Как интересно Получается Вот И этих людей Мы как правило Чувствуем И как-то Выделяем Вот он Он нравится Нам Без Умственных Объяснений Просто Он нравится Мы чувствуем Какую-то Связь Какую-то Теплоту От этого Человека И все это Связано с тем Что были Прошлые Наработки Прошлые Жизни Как в детстве Когда мы Выросли Допустим Там до школы В школе Мы выросли У нас К этим людям Если Ну Хорошие отношения Были Остались Какие-то Теплые Такие Связи Вот это Я хотел бы Подчеркнуть И мы Встречаем Встречаем Общаемся И В зависимости Опять-таки От духовной Зрелости Сколько человек Уже Жизни Прошел До этого Какой он Опыт Накопил Потому что В каждой Жизни Грубо говоря Мы должны Согласно Побуждением Пройти Там Побуждение К Жизни Материальной Да Мы хотим Хорошо жить Вкусно И там Есть Мы это Там Прошли Уже Сделали Какие-то Выводы Да Мы Обеспечиваем Минимум Чтоб нормально Было А другим Это мало А третьим Еще Потом Значит По любви Дружбе Мы как-то Очень ценим Или наоборот Проходим Это для нас Главное А для других Они уже Все это Прошли Они Ну просто Как-то Относятся Довольно-таки Прохладно К Лидерству Отношения К справедливости Отношения К творчеству Отношения Потому что На самом деле Конечно Хорошо Когда ты Руками Что-то можешь Делать Творить И опять-таки Навыки Полученные У нас В прежних Жизнях Что мы могли Что-то там Руками Делать Они Остаются И мы Здесь даже Не учимся А мы просто Берем и делаем У нас Все как-то Само получается А у них Это Ну не получается Ну что поделаешь У них У них Что она Мы просто Наступаем На горло Своей вот Этой вот Песни Потому что Надо там Зарабатывать Деньги Надо содержать Семью Надо еще что-то А тот дар Который у нас Имел Который Ну хотелось бы Развивать Там Какое-то там Ну рисование Пение Там Сочинение музыки Там еще что-нибудь Там танцевание Ну это просто Наступили Ну некогда Заниматься А на самом-то деле На самом-то деле Ну вот Дух Он хочет себя Выразить Ну будем говорить Вот Одно из Выражений Это действительно Какое-то Искусство Он хочет себя Показать Продемонстрировать Это и красота Телосложения И красота Речи Красота Поступков И красота Отношений Понимаете Вот И красота Правды Человек не лукавит Он уже это все Прошел Так что Нам В этой жизни Встречаются Люди Которые Были Очень близки В прошлых жизнях И которые Мы замечаем Которые Мы делаем Друзьями Либо Либо Они уже По каким-то Причинам Не хотят Быть Нашими Друзьями Либо Решаем С ними Какие-то Кармические Завязки Которые У нас Там Имели Чтоб Знаете Вот этот Узел Был Распутан Или Разрублен Окончательно Либо же Наоборот Еще Затянем Больше Вот такая Вот удивительная Жизнь И Вот эти Вот Духовные Наработки Что касается Важный вопрос Что касается Допустим Продолжительности Жизни Одни умирают Сразу Другие Живут Долго В чем вопрос Вопрос Опять-таки В тех Кармических Наработках Ну допустим Я хочу быть Богатым Я беру Ну Беру И там Я граблю Банк При этом Я могу Там Прямо Говорю Там Убить Кого-то Там Да Кто-то Мне мешает И я Действительно С этими Деньгами Удрал И пока Меня ищут Я знаете Вот Наслаждаюсь Вот Я вот Богатый Вот я Трачу И так Дальше Но за Все Это Придется Платить И одного Поймали Через день Другого Поймали Через два Третьего Поймали Через десять Там лет Но тем не менее Поймали Так вот Закон Кармы Как раз Если вы Сделали Какого-то Злодеяния По отношению К другому Человеку Вы должны Это Все На себе Прочувствовать И потому Так и Получается Что для того Чтобы человек Прочувствовал Одного Могут Просто-напросто Он еще не родился Уже в чреве Он умер Понимаете У другого Он прожил Вот Какая-то болезнь Непонятно Откуда она взялась Такая болезнь Вот-вот-вот Откуда она взялась Да это уже Было наработано Нашими Прежними жизнями Мы просто Не понимаем Ах ребенок А он что Он Он же ничего Не сделал Так он Там Столько наследил Что здесь Его просто-напросто Убрали У другого Значит Более такая Продолжительная жизнь А если ты Своей жизнью Своими деяниями Доказываешь Что ты нужен Что ты полезен Всему вот этому Огромному миру Под названием Вселенная Потому что мы Вселенские Существа Тогда вам Даются обстоятельства Которые этому Благоприятствуют Даются Соседствующие люди И дается Даже продолжительная И относительно Здоровая жизнь Для того Чтобы вы Выполнили Это дело Потому что Не всякие Сотрудники Космические Могут Это сделать Вроде бы Как Иисус Христос Говорил Жатвы много А делателей Там мало Потому что Вместо того Чтобы Вот делать Для всего Там человечества Полезные Какие-то вещи Мы норовим Все это сделать Там для себя Кусок пожирнее Там машину Там получше Еще что-то Еще что-то А вот когда Вы это сделаете И это вам Дается Это совсем Иное Понимаете Это совсем Иная вещь Спасибо Спасибо Спасибо